Продолжение следует... Раз, два. Меня слышно вообще? Отлично. Ну вот как-то получилось так, что я решил передать эти мысли молодым коллегам. Может быть, им это поможет. Может быть, это мне поможет самому через полгодика, год, когда я решил вернуться в активную разработку. Сразу скажу, что я не совсем больше не разработчик. Просто я пишу код теперь меньше 100% времени в день. Обычно процентов 20, если сильно повезет. Но все еще пишу. Значит, за деньги я программирую с 2006 года. То есть так-то я начал раньше, но вот за деньги с 2006 года. Это получается, что опыта у меня уже лет 14, скоро будет 15, почти юбилей. А в управлении, то есть менеджерскую позицию занимаюсь с 2018 года. Сильно меньше, но тоже это достаточно интересный опыт. Приходилось собеседовать и на позиции уровня тимлидов, и на позиции уровня сеньоров. И одно время мы нанимали интернов. Это было самое странное для меня собеседование, потому что в тот момент, когда мы их нанимали в проект Нетуфон, я не знал, что спрашивать людей. Вот что ожидать от человека, который никогда не работал. То есть понятно, у меня 15 лет опыта работал. Вы откройте мое резюме, там список проектов, на которых я работал, что я использовал. Мне можно по всему этому погонять, спросить, вру я там, не вру, понять вообще, могу ли я думать. А что сделать с джуниором? Вот пришел джуниор, у него там хорошо, если университет какой-то есть. Или вообще ничего нет. И как понять, что этот человек, он будет полезен, и это вообще работа для него. Было сложно. И готовясь к этому докладу, я решил посмотреть о том, как вообще раньше готовили людей к этому. Ну, раньше, я имею в виду сотни лет назад, единственный способ получить толковое образование, это был пойти в университет. И в университете сначала, перед тем, как вы получали какую-то специальность, вы сначала заканчивали триаду предметов. И этот ряд состоит из простых предметов, которые сейчас очень многие забивают, просто забивают. Первый – это грамматика. То есть, человека учили читать и писать. Второй – это риторика. Человека учили внятно излагать свои мысли, убеждать оппонента в чем-то. И самый главный предмет, который нужен всем программистам без исключения, то есть грамматика и риторика тоже нужны, если вы планируете подниматься по лестницам карьеры выше, чем джуниор. Если вы не планируете, то не обязательно. А если планируете, то есть третий предмет, который называется логика. Логика – это основополагающий вообще краеугольный камень всего программирования. Если вы не можете логически мыслить, вы не можете писать программу. У вас будут постоянно разные баги, там корнер-кейсы и всякое такое. Итак, в каком-нибудь 12 веке, после того, как вы закончили издание экзамена по всем этим трем предметам, вы допускаетесь до четырех следующих предметов. Это все еще не специальность. Вас еще никто не допустил до специальности. И эти предметы, они – это предмет арифметика. Я до сих пор считаю, что программист должен уметь читать в уме. Условно говоря, программист делает какую-то структуру данных. Например, профиль пользователя. Профиль пользователя он его спроектировал так, что профиль пользователя занимает полмегабайта. Много это или мало? Но никто не знает. Но программист должен прикинуть, сколько у него пользователей в системе. Допустим, 180 тысяч. Он должен иметь возможность в уме прикинуть, что полмегабайта на 180 тысяч – это 90 гигабайт. Наверное, это влезет в нашу InMemory. Или не влезет. И что-то дальше делать с этим. Геометрия. Ну, возможно, необходимость геометрии для разработчиков программного обеспечения преувеличена. Но все-таки еще помогает. Особенно, если вы, не дай бог, потом заработаете много денег, будете делать ремонт дома, крайне рекомендую. Полезный предмет. Музыка. Музыка нужна каждому разработчику. Сейчас расскажу, почему. Основной способ организации рабочего пространства разработчика – это open space в больших компаниях. В open space работать очень сложно, если у вас нет наушников, в которых у вас играет хорошая музыка. А как вы поймете, что музыка хорошая или плохая, помогает она вам или нет? Вот раз музыкальное образование. И четвертый предмет – астрономия. Астрономия играет тоже важный смысл в жизни разработчика. Как известно, программы работают по-разному в зависимости от фазы Луны. Вот. Ну, шутки шутками, как бы. Но по факту университет, если, вот я был долгое время не в курсе, но название слова университет происходит от латинского слова universalis, по-моему. Я сейчас, может быть, сильно вру. Кто знает латынь, меня может поправить. Но смысл этого слова, которое переводится, это всеобъемлющий или вселенная, близко к этому. То есть задача университета была в то время и есть сейчас у хороших университетов – дать вам всеобъемлющее образование, чтобы у вас сложилась цельная картина о мире. Не только вот конкретно вот вы пришли в условное программистское ПТУ, вас там научили гид, вот вам и дэшечка, код писать от забора до обеда. Вам рассказали про то, из чего устроен мир, как он работает, физика, химия. Это все на самом деле образованному человеку необходимо, в том числе риторика, музыка, астрономия и все остальное. Ну, говоря про риторику, я хочу напомнить, что давайте мы сначала узнаем. Поднимите, пожалуйста, руку, кто работает один, вот без команды. Есть такие люди? О, я вижу, вот там вот есть одна рука. Хорошо. У меня есть второй вопрос, но он будет очень простой. А вот поднимите руку люди, которые не используют ПО других программистов. Никакое. Вы написали все с нуля. От операционной системы, от биоса до операционной системы. Нет таких. Но, значит, вам, к сожалению, придется прямую или опосредованно общаться с другими людьми. И общение – это очень важный скилл, который многие пренебрегают этим скиллом. Надо уметь разговаривать с людьми. Потому что мы с ними работаем, у нас обычно есть команда, есть какое-то начальство, есть какой-то клиент, которому вы продаете, если вы продаете сами программу. Если вы написали программу, запихали ее в App Store, есть пользователи, которые вам пишут отзывы. И мне надо писать, ты дурак, неправильно кнопки нажимаешь. Это плохой способ стиля общения, надо писать по-другому. Мы работаем с ПО, написанными другими людьми. Тут вам очень сильно пригодится навык чтения. Возможно, к ПО есть документация. Возможно, это ПО, когда вы его используете неправильно, пишет вам в лог какие-то ошибки. Крайне рекомендую эти ошибки внимательно читать. Они не всегда полезны. В половине случаев и больше всего это какая-нибудь бесполезная муть, типа unexpected error happened when handling another error. Но бывают и полезные ошибки. Например, там, эта строка, зачем ты ее присваиваешь переменной, которая числа? Наверное, надо обратить внимание. Собственно, мы забежали немножко вперед. Дальше нам нужно уметь читать логи в программ своих, программ коллег. Логи, если вы используете операционную систему, вам надо знать, где они лежат, уметь их читать. Документацию я сказал. И мы плавно переходим к той фазе, к тому предмету, который называется грамматика. Грамматика, оно про письмо. Потому что все то, о чем я сказал раньше, кто-то написал. И, возможно, когда вашу программу будут использовать, они тоже будут читать ваши сообщения об ошибках и логи. Совершенно не факт. Но, может быть, и будут. Помимо прочего, вы будете общаться с вышеупомянутыми людьми. Почта и мессенджеры – это программы, которые умеют гораздо больше, чем просто показывать вам текст, и куда вы можете с клавиатуры текст вбивать. Научитесь ими пользоваться. Это очень важный навык. Поставьте фильтры. Вас задолбали сообщения от Дженкинса и вы теряете сообщения от начальства? Поставьте фильтр на сообщения от начальства в отдельную папочку. Поставьте фильтр на сообщения от Дженкинса, замьютите его нафиг, как у меня, в принципе, сделано. Обычно во всех мессенджерах, которые используются для работы, есть избранная, я не знаю, есть мьют-каналов, которые вас добавили, но они вас не интересны. Сделайте это. Тратьте какое-то время ежедневно на разбор почты, даже если вы ее не любите, вы ее не пользуетесь, и вы считаете, что это для старперов. Туда все равно кто-нибудь, может быть, что-нибудь полезное напишет. Документация. Когда вы ее пишете, я вот… Поднимите руку, кто любит писать документацию. О, приходите к нам работать. Вот. Я ненавижу писать документацию. Но я точно знаю, что если я ее не напишу, то пользоваться тем, что я написал, скорее всего, будет невозможно. Уже через полгода я смотрю обычно на свой код с вопросом, какой дурак это писал и как это работает. Нет. Это только потому, что я не написал документацию. А еще документацию неплохо бы написать грамотно. Код читают, наверное, раз в 10 чаще, чем пишут. Помните об этом? Пишите читабельный код. Я понимаю, что я, наверное, повторяю приписные истины, но это именно так. Очень часто именно нечитаемый код приводит к большинству проблем. Задумайтесь, если у вас 15 вложенностей ифов и циклов в одной функции, возможно, с ней что-то не так. Не надо так писать, пожалуйста, код. Исправьте это. Когда просишь многих программистов написать, чтобы его сервис делал в логе, они обычно делают. Произошел какой-то запрос. Все. Что за запрос? Зачем за запрос? Кого запрос? Куда запрос? Куда пошел? Или произошла ошибка? Хорошо. Какая ошибка? Где она произошла? Зачем она произошла? Что мы должны делать с этой ошибкой? Люди пишут логи, потому что им сказали писать логи. Пишите логи и представьте, что вы их будете читать. Подумайте, когда вы увидите это сообщение, которое вы сделали, log.loginformation. Когда вы увидите это сообщение в 2 часа ночи, потому что у вас развалился продакшн. Какую информацию вы хотите там увидеть? Добавьте эту информацию в это сообщение, и вам ваша жизнь будет проще. Про фильтры, нотификации я уже рассказал. Это обязательный минимум, что вы должны научиться делать в том клиенте, который вы используете. С e-mail вам еще одно правило, которое я для себя вел. Прочитал и не ответил. Ответил через 10 минут. Если это вечер, ответил с утра. Обычно ответ тогда получается более корректный, более вежливый, и самое главное, более грамотный. Сюда же я забыл добавить, дописать. Очень важно. Если у вашей компании есть корпоративный календарь, научитесь им пользоваться. Это очень полезный на самом деле инструмент. Помимо этого календаря, если у кого нет корпоративного календаря, заведите себе свой календарь. В гугле, если вы пользуетесь айфоном, там встроенный календарь, лучше которого я не видел. Плавно мы переходим к одной вещи, которая специфична для IT Беларуси. Так как в Беларуси внутренний рынок очень маленький, потому что всего 9 миллионов человек живет в стране, то у нас очень много компаний айтишных ориентировано на западный рынок и не только на западный, на внешний. Что приводит нас к тому, что нам необходимо общаться с людьми на английском. И когда многие люди общаются на английском, я сейчас не хочу никого обидеть, я сейчас себя вот таким же считаю, но выглядит это обычно вот так. Поэтому, когда вы общаетесь на английском, старайтесь говорить медленно. Нет, скажем так, если у вас уровень C1-C2, то есть Fluent Business, пожалуйста, мои советы вам не нужны, но если у вас не уровень C1-C2, а что-нибудь меньше, там B1-B2, как у меня, говорите медленнее. Если вы будете говорить медленнее и строить проще фразы, то вас поймут гораздо быстрее. Люди обычно на том конце провода понимают, что это не ваш родной язык. Поэтому это очень важный совет, который мне дали совершенно недавно на уроках английского. Если вы разговариваете по какой-то видеосвязи, включайте видео. Из-за разницы культуры между нами и заказчиком, то, что вы пытаетесь пошутить, если не видно выражение вашего лица, не всегда будет воспринято как шутку, включайте видео. Если вы пишете текст, и опять же, вы не уверены в своем уровне английского языка, и вам программа, в которой вы пишете, что-то подсказывает по орфографии, обратите на это внимание. Возможно, она подсказывает правильно. Google недавно научился подсказывать, где надо правильно оставить артикли, E, N, D, вот эти вот все, как правильно оставить слова в предложениях. Очень круто. Раньше он этого не мог. Помимо этого, можно выучить другие языки, они вам помогут в жизни. Если это вас интересует, то я рекомендую, очевидно, это китайский. Рано или поздно китайцы обгонят англоязычный мир в плане технологий. И это испанский. Как это не смешно. Почему испанский? Потому что на испанском говорит миллиард человек в мире. И сейчас, например, в Южной Америке, куда развивается проект Nettofon, это на один из растущих рынков. Там одна страна говорит по-португальски, это Бразилия, и все остальные говорят по-испански. В Латинской Америке экономический бум. Очень много они заказывают софта в Белоруссии, в России. Это как бы свершившийся факт. И есть интеграция с разными личными системами у них. И к этим системам нет документации на английском. Она только на испанском. Не забывайте учиться. Я учусь каждый день в своей жизни. Я стараюсь это делать. Подучиться я не подразумеваю то, что я сижу и там обязательно читаю книжку какую-то. Но я стараюсь понять больше о продукте, с которым я работаю. Несмотря на то, что я работаю на нем уже два года, почти, я еще не все знаю. Он у нас достаточно сложный. О каких-то технологиях. Когда вы что-то делаете новое, не забывайте оставлять это, возможно, простым. И самое главное, KISS это keep it simple, stupid расшифровывается. Но. И это еще можно расшифровать keep it straightforward. Straightforward это понятное прямое. Оно не обязательно должно быть простым. Но оно должно быть понятно. И самое главное, когда вы что-то выучили, вы пришли на новый проект, вы о нем ничего не знаете. Вы начинаете ходить, задавать вопросы. Это очень важно. Не бойтесь задавать вопросы. Чем больше вы вопросов зададите, тем лучше и вы, и тот человек, который вам отвечает, поймете проблему. И когда вы что-то узнаете о продукте, о технологиях, задокументируйте это. Задокументируйте это во внутренней вики. Если у вас нет внутренней вики, научитесь поднимать внутреннюю вики, сделайте ее. Или заведите-ка где-нибудь папочку в гуглодоках, или чем вы там пользуетесь. Записывайте все, что вы нашли о проекте, если это еще не записано. Это принесет неимоверную пользу всем, в том числе вашим будущим коллегам. Вы же не всегда будете в этой компании работать, скорее всего. Про вопросы задавайте их всем и всегда. Почему? Потому что, когда вы задаете вопросы, учитесь не только вы. Есть классическая шутка. Я ему раз объяснил, два объяснил, три объяснил, уже сам понял, а он все еще не понимает. Вот. Задавайте вопросы, объясняя вам, человек тоже поймет, о чем он говорит, и возможно вы придете к какому-то решению, которое вам в голову до этого ни вам, ни ему не приходило в ходе обсуждения. Ну и раз мы заговорили про обучение, есть три книжки, которые, я считаю, каждый программист должен прочитать, независимо от уровня. Алгоритмы построения анализ. Не обязательно знать всю математику, которая там есть, но желательно знать все алгоритмы, которые там описаны. Как их применять, их примерная сложность. Я понимаю, что многие скажут, зачем нам это, мы делаем формошлепство, это нам никогда не пригодится, но никогда не знаешь, когда оно может пригодиться, и когда оно вам нужно будет, а вы это знать не будете, вы, скорее всего, не решите задачу, потому что нехватка теоретического аппарата не компенсируется никаким опытом. Высоконагруженное приложение. Мартин Клепман. Это лучшая книга за последние 10 лет, которую я прочитал по распределенным системам. Сразу говорю, я приложил скриншот издательства Питер, я не знаю, какой там перевод, я его не читал. Я читал в оригинале. Я крайне советую, если вы можете прочесть на английском, читать в оригинале. Если не можете, вот есть русский перевод. Читая эту книгу, вы поймете плюсы и минусы всех решений, скорее всего, которые принимают при проектировании распределенных систем. Вы поймете, от чего следует защищаться, от чего не следует защищаться, какие катастрофы являются приемлемыми для вашего бизнеса, какие нет. Защититься от всех катастроф нельзя. Даже если у вас распределенная географическая система, есть все-таки катастрофы, от которых она не защищена. Например, планета Земля взорвется. Защищена ли ваше программное обеспечение от такой катастрофы, есть ли у вас дата-центр на Луне? Что-то мне подсказывает, что нет. Вопрос, стоит ли защищаться от этой катастрофы? Что-то мне подсказывает, что тоже пока лановато. Ну и так как мы на .NET метапе, я был обязан сюда вставить хоть какую-то книжку про .NET. Какую, как вы думаете? Не угадали? Конрад Кокоса написал прекрасную книгу о управлении памятью. К сожалению, я не в курсе, если есть перевод на русский язык или нет. Может быть, еще нет. Почему я советую эту книгу? Потому что в начале книги есть практическое введение в управлении памятью в компьютерах в целом, не только про .NET. И в целом про то, как устроен процессор, которым мы пользуемся, как у него устроен кэш и так далее. Итак, давайте перейдем, наверное, все-таки к более технической части доклада. Структура данных. Я считаю, что каждый джуниор должен знать, что такое массив, что такое список, что такое деревья, знать хотя бы одно из деревьев, что такое стек, дек и очередь, чем они отличаются, и уметь это объяснить. Особенно, особенно, джуниор с профильным образованием просто обязан это знать, потому что курс структур данных есть в каждом курсе университета любого, который готовит программистов. Если вы их не знаете, вы профнепригодны, скорее всего. Соответственно, алгоритмы, сортировки, бинарный поиск на массиве. Как оценить сложность алгоритма? Что такое сложность алгоритма? Как ее применять? Это тоже все очень важно. Каждый джуниор, особенно с профильным образованием, то есть если вы самоучка, то многие из этих вещей для вас опциональны. Если у вас есть профильное образование, то есть у вас есть диплом программист, инженер-программист или математик-программист, как у меня, или там, не дай бог, вы учитесь на третьем-четвертом курсе, у вас еще нет диплома, вы должны уметь программировать, вы должны знать хотя бы один язык программирования. Вы должны уметь реализовывать вышеописанное. Понятно, что, скорее всего, вы не сможете реализовать это идеально. В вашей реализации будут какие-нибудь огрехи. Но, несмотря на это, вы должны уметь, вас попросят написать очередь, допустим, используя массив, как нижележащую структуру данных. Вы должны уметь это сделать. Дальше вам предоставят какие-то отдельные, другие требования. Вы должны суметь это сделать. Если вы этого не умеете, вопрос, как вы будете писать бизнес-логику. Это тоже самая задача. Тут все понятно, тут даже спецификации на все это и есть. Эти задачи, о которых мы говорим, они гораздо проще, чем задачи с бизнес-логикой. Потому что на задачи с бизнес-логикой зачастую требования неизвестны. Помимо, после того, как вы это все написали, вы должны уметь все это собрать, отладить и проверить, что оно работает. И доказать это спрашивающему. Если вы не можете этого делать, как вы мне докажете, что моя кнопка создать аккаунт создает аккаунт? Как вы мне ее вообще покажете? Соответственно, поговорив о языке программирования, давайте поговорим об инструментах. Я считаю, что в 21 веке нельзя не знать никакую систему контроля версий. Git, Mercurial, Perforce из современных. Возможно, Microsoft какая-то там, я не знаю, не помню, как она сейчас называется, TFS или еще что-то. Вы должны знать, уметь ей пользоваться, уметь делать ветки, уметь делать мерджи, решать мердж-конфликты. Это базовые вещи, которые вам придется делать каждый день на работе. Это мое мнение, с которым многие люди спорят. Но я считаю, что вы должны уметь работать с командной строкой больше, чем с графическим интерфейсом. Либо вы должны уметь в той графической туре, которой вы пользуетесь, посмотреть, что она делает внутри с командной строкой. Почему так, вы спросите? У нас 21 век на дворе, у меня MacBook, ну в смысле у меня Dell, у вас там MacBook или тоже какой-нибудь ноутбук. Там красивый монитор, красивые интерфейсы, мы кнопочки нажимаем, все происходит. Зачем мне знать эту дурацкую командную строку? Я вам расскажу, потому что у вас есть какой-нибудь CI-сервер, который за вас будет собирать этот проект и гонять юнит-теста. Это знать вам в целом не обязательно, ну уметь настраивать CI, но вы должны о нем знать. И, соответственно, в этом CI нету никакого графического интерфейса. Ваш CI гоняет команды из командной строки без графического интерфейса. Если вы не умеете пользоваться командной строкой, как вы сможете настроить себя Continuous Integrations? Ну, мой ответ, скорее всего, никак. А это надо уметь настраивать. В вашем наборе инструментов обязан быть текстовый редактор. Не ID, не полноценная среда разработки, а текстовый редактор, который запускается быстро, в котором вы можете отредактировать текстовый файл, посмотреть текстовый файл, посмотреть исходник от какого-нибудь языка программирования, которым у вас нет компилятора. На рынке их сейчас 25 миллионов. Visual Studio Code, Atom, Sublime, Notepad++, говорят, даже обычный Notepad привели в порядок. Там, если вы больше прям совсем богком онлайн, там для вас есть Vim, Vim, пожалуйста, и Demax, там, Nano, все что угодно. Но у вас должен быть такой текстовый редактор под рукой. Ну и разумеется, к вашему языку программирования вы должны пользоваться интегрированной средой разработки. Она вам сильно поможет решить те самые вопросы, которые я говорил раньше, проблемы. То есть, как собрать, как отладить, как доказать, что она работает. Обычно, если вы пользуетесь интегрированной средой разработки, это там нажало в 5, собралось, нажал Ctrl в 5, там задебажилось. Говоря про устройство памяти и процессор, вы должны помнить на память скорость доступа. Не абсолютные, а разницу между ними. Самый быстрый, как мы все знаем, это кэш-процессора. Быстрее него ничего нет. Дальше идет оперативная память. Во сколько раз оперативная память медленнее, чем кэш-процессора? Ну, хоть один вариант. Ну, вот 100 – это правильный вариант. Два порядка разница. То есть, просто на два порядка. Дальше у нас есть диск, SSD или HDD. Они еще медленнее. Дальше у вас есть сеть. Сеть с дисками сейчас, там у нас есть 10-гигабитные сети, практически сравнима. Но скорости доступа и задержки надо примерно помнить. Одно дело, вы вызываете какой-то метод, который у вас работает с данными, который лежит в кэше рядом. Одно дело, другое дело, когда вы вызываете метод в каком-то сервисе, который запущен условно в Австралии, а там пожар и все горит. Вот. База данных. База данных, все-таки, я считаю, несмотря на то, что многие мои коллеги считают, что их необходимо знать, начинающим разработчикам, на мой взгляд, это дополнительный опциональный топик. Если вы их знаете, это хорошо. Это, безусловно, большой плюс. Но знать вы их не обязаны. База данных у нас включает нормальные формы, что такое кластерный индекс и продвинутые навыки для совсем продвинутых. Описать, что такое B3 с реализацией, описать, что такое LSM3 и хешмап в применении к базам данных. Самое главное, что я считаю нужным для каждого разработчика, неважно, он начинающий, не начинающий, это воспитывать в себе очень понятие, которое я называю инженерный подход. Вот цитата из одного канала, ее, скорее всего, плохо видно, поэтому я ее прочту. Работоспособность кода это слишком низкая планка, которая есть в индустрии. Это как студенты, которые говорят, а почему у меня не пять? Программа же работает. Интересно, на какую оценку они бы претендовали, если бы код даже не работал? Так вот, решение поставленной задачи это минимальное требование к разрабатываемой программе. Если мы хотим претендовать на software engineering, на инженерный подход, то сам код и его организация Designist Architecture должны отвечать определенным критериям модульность, расширяемость, поддерживаемость и тестируемость. Самое важное здесь поддерживаемость и тестируемость. Модульность и расширяемость опциональны. Если у вас код не модульный и не расширяемый, но поддерживаемый и тестируемый, это гораздо лучше, чем наоборот. Особенно в 2 часа ночи, когда у вас произошла какая-то проблема на продакшене. Я об этом, кстати, повторяю. Это очень важно, потому что инженерный подход, когда вы подходите к своему коду, рассматривая все вот эти вот области, и то, что этот код и сервис, который вы запускаете или помогаете запускать, вы владеете им, и к вам можно прийти в любой момент, и вы исправите эту проблему, я считаю, что это в наше время должен быть единственно допустимый подход. Подход, что я написал код, я не написал никакой документации, я его отдал кому-то там, этот кто-то там его запускает, и пусть он сам разбирается, как этот код работает, и как он работает, когда он сломался. Это подход, который нас привел в то состояние индустрии, в котором мы сейчас есть. Это то состояние индустрии, когда вы запускаете какую-то программу, а она у вас не работает, потому что у вас там андроид слишком старый, я не знаю, на телефоне, вам надо идти покупать новый телефон. Или вы запускаете какую-нибудь программу, которая раньше работала на вашем компьютере, а на новом она не работает. Все потому, что люди не читают документацию, не думают об обратной совместимости, совместимости, а совместимости вообще, и не используют обычный инженерный подход. Они просто пишут код. Просто писать код этого недостаточно. У меня, пожалуй, все. Спасибо за помощь вот этим людям. Джеффри Скелтон и Арунин Диврой, мои коллеги, и Арунин Диврой, мой начальник, дали мне немало полезных советов. Евгений Охотников, Николай Рядчиков тоже. Ну и, соответственно, двое других моих друзей, Андрей Казак и Андрей Рахматуллин. Мы с ними очень часто и много спорим о том, как должен быть устроен мир и программное обеспечение в целом. Всем им спасибо. А теперь время для вопросов. Если они у кого-то есть. Вот там я вижу одну руку. Добрый вечер. Огромное вам спасибо за доклад. Было очень интересно. Я хотел спросить касательно высших учебных заведений. То есть, например, я сейчас ученик 11 класса. И я очень задумываюсь о карьере разработчика, именно по разработчику, разработчику в сфере .NET. И я хотел вас спросить, какое лучше высшее учебное заведение выбрать, какой факультет лучше всего выбрать. И, например, как двигаться дальше в этом направлении. Потому что, как я знаю, высшие учебные заведения, они дают только базу. А именно, чтобы продвигаться, надо либо самому что-то читать, либо идти на какие-то курсы. Я хотел бы услышать ваше мнение. Тут есть небольшой нюанс, о котором я обычно не упоминаю. Я в Беларуси работаю, живу в России. Вот Николай может ответить, куда поступить. Тут сзади вас человек стоит. Дайте ему микрофон, пожалуйста. Ну, смотрите, в Беларуси есть два вуза, которые нужно поступать. Это РТИ и БГУ. КСИС и ФПМ. И самое главное, что вы там получите, это комьюнити. Там будут такие же люди, как вы, которые будут заниматься приблизительно тем же, что и вы. В принципе, если вы не сможете поступить на КСИС или на ФПМ, ничего страшного. Но абсолютное большинство программистов именно оттуда. Ну, это не правило, ничего страшного. И очень зря, что вы говорите, что там дадут только базу. Было бы очень круто, чтобы программисты знали хотя бы базу. Потому что разработчики, которые претендуют на много тысяч долларов, не могут ответить на вопрос, в чем разница между процессом и потоком. И, ну, это печально. Я от себя добавлю, что я заканчивал малоизвестный здесь универ, который называется Липецкий государственный технический университет. Основная цель которого готовить инженеров-металлургов для Новолипецкого металлургического комбината. И, как видите, из меня все равно получился программист. Есть одно но. Я, правда, был на профильной специальности математик-программист. Как учиться помимо этого? Ну, надо читать книжки. Я привел пример Конрада Кокоса, конкретно по дотнету. Рихтера, о котором говорили, обязательно надо прочитать. Там третье издание, есть ли четвертое, я не знаю. Обязательно читать блоги, подписаться на блоги соответствующих людей. Там, допустим, Егор Богатов ведет свой блог в Твиттере, он туда редко постит, но постит. Зайти в нашу комьюнити в Телеграме, задать там вопрос, вам накидают ссылок. Нет, я, если что, абсолютно серьезно. Люди с Гуглом, и у меня просто ссылки в основном дома. Я вам могу скинуть побольше ссылок, чем сейчас из головы. Вот. Dotnet by в Телеге. Пожалуйста, задавайте вопросы, мы всегда отвечаем. Мы почти никогда не спим. Еще вопросы? Вот, можно микрофон сюда? Помоги, пожалуйста. Вот, туда, пожалуйста. Там надо кнопочку нажать, чтобы зеленым загорелся. Спасибо за доклад. Хотел бы все-таки уточнить, а что же все-таки спрашивали у этих интернов, джунов, которые приходят без профильных знаний? Ну, в определенный момент, так как Николай очень правильно сказал, что даже опытные разработчики не могут ответить на те вопросы про структуру данных, о которых я говорил, я отчаялся, и я стал задавать очень простой вопрос. Расскажи, что ты знаешь. Вот. И этот вопрос привел к тому, что мы наняли довольно хороших, ну, интернов, потому что обычно, когда человек рассказывал, я дальше задавал вопросы, потому что он рассказывал. И дальше было понятно, у него голова на плечах есть, или он в нее только ест. вот, и, соответственно, вот так вот. Если честно, если все джуниор-разработчики условно завтра будут знать все то, что я написал, ну, это будет такой подъем индустрии с точки зрения качества, что, я не знаю, можно будет в космос летать. вот тут еще был вопрос. Еще раз спасибо за доклад. Я бы добавил, так, маленькая ремарка. Любопытство, как пункт, которому стоит учить, но я не знаю, как этому учить. Ну, если вы хотите стать, ну, прям, мега-разработчиком, любопытство, это очень правильная заметка. Спасибо. Вот, вопрос был про предпоследний слайд, про организацию кода, и классическую историю про три кружка, быстро, качественно, дешево, выберите два, если не повезет, то один. Вот, организация, это ближе к качеству или это в другой пункт? Ну, я бы сказал, что это, скорее всего, ближе к качеству. Есть определенные комьюнити, оно, правда, F-шарповое, оно не C-шарповое, в котором есть мнение, что сделать плохо, я чем больше работаю, тем больше согласен с этим мнением. Сделать плохо, то есть у нас есть быстро, качественно и дешево, да, выберите два. И обычно все говорят, давайте быстро и дешево, и мы жертвуем качеством. Так вот, там есть мнение, я склонен с ним согласиться, что это неправда. То есть сделать плохо займет столько же времени и столько же денег, сколько и сделать хорошо, если не больше. Я работал на нескольких проектах, где из-за того, что было изначально принято решение сделать быстро и дешево, проект затягивался по срокам, и по деньгам он стоил гораздо дороже, чем если бы сразу было стоить сделать качественно, ну, не дорого, а, скажем так, нормально. И в истории есть куча проектов про это же самое. Самый яркий проект, почитайте книгу «Ракеты и люди» о советской лунной программе. На ракете «Н-1» сэкономили на тестовых стендах. Что произошло? Когда ракету «Н-1» первый раз запускали, она взорвалась, уничтожив, в том числе, пусковой стол. Что привело просто, фактически, к отмене советской лунной программы. Быстро и дешево. Качественно опять не получилось. Кажется, это отдельная дискуссия. Да. Давайте вставить ремарку, что если быстро и дешево может быть сделано дольше, то это скорее болезнь масштаба, что уже начинается поддержка того, что написали быстро и дешево. Да. Ну, скажем так, часть инженерного подхода, о котором я вот тут говорил, это о том, что мы не просто решаем задачу в идеальных условиях, как это делают иногда математики. Они могут потратить 300 лет на доказательство теоремы. А это решение задачи в заранее в жестких ограничениях. И обычные ограничения это время, деньги и входящие условия, как уже существующие системы. Как бы вот разница. Тут, по-моему, был еще вопрос. Спасибо за доклад. Также было бы интересно узнать именно ASP-разработка под корт, что нужно знать начинающему разработчику. Буквально пару слов. Легко. Заходите на docsmicrosoft.com, заходите в раздел rsp.net core, там есть раздел fundamentals. До тех пор, пока вы его не выучите, хотя бы, ну не наизусть, а чтобы пересказывать свободно, можете другим больше ничем не озаботиться. Там достаточно много информации, очень полезный. Там вам пригодится знание английского, потому что я забыл ставить слайд, картинку про это, там был прекрасный автоперевод, который Microsoft настал, это просто шедеврально. Вот. Там был вопрос еще. Нет, все. Вот на заднем ряду, на последнем тянут руку, и вот там еще тянут руку. Здравствуйте, спасибо за доклад. Такой вопрос. Многие говорят, что математика не важна более сильно, чем 11 класс. Как вы считаете, важна ли прикладная математика? Прикладная математика в плане лузовского предмета ПМ? Да. Многие выбирают между КСИСом и ФПМИ, чтобы пойти после 11 класса. Я не учился ни там, ни там. Я не могу вам дать ответ. Я, когда выбираю, почему я стал математиком-программистом, а не инженером-программистом, я вам скажу просто. Я выбрал специальность, на которой нету сопромата. И сразу скажу, что это была ошибка. Надо было выбирать специальность, где есть сопромат, потому что, когда я делал ремонт дома, сопромат мне бы сильно пригодился. Так что, мой ответ, не знаю, какой из этих двух факультетов выбрать. А важна ли прикладная математика в программировании? Зависит от того, что вы программируете. Не помешает. По-моему, был вот там вопрос. Так, давайте вы, а вы пока болейте с микрофоном. Да, хорошо, большое спасибо. Первое, я хочу сделать ремарку первому вопрошающему по поводу вуза, да, и всего такого. Один из лучших программистов, который я знал, учился со мной на первом и втором курсе и забрал документы по поводу того, что надо было задавать дифференциальное уравнение. Это лучший человек, которого я знаю в реверс-инжиниринге, всем тем, что связано с антивирусным софтом и всем таким, и по образованию он кондитер. Причина, почему он выбрал эту специальность, в списке групп было больше девушек. Так что у каждого может получиться, главное хотеть. А у меня вопрос с обратной стороны, как не потерять рвение к самообразованию. И тут еще ремарк, ну по книжкам, потому что, ну кормлен это прям круто, но так в 11 классе заскочить на него не факт. По поводу кокоса тоже, возможно, Тененбаум. Ну, типа, хорошо. Я советую книжки, которые я читал. Я учился по корму, но если есть лучшие книжки, я опять же открыт к предложению. Не, 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 она крута. Ну, это, вот, это прям, я вот печатаю, что видел. Как не потерять? Как не потерять? Вы не поверите, чтобы не потерять рвение к работе, надо ограничивать себя в самой работе. То есть, понятно, что если вас прет, ограничивать не обязательно, но 40-часовая рабочая неделя, которая у нас пока есть, два выходных в неделю, это обязательно. Не забывайте заниматься спортом. Физкультура, я понимаю, спортивные достижения не обязательны, но физкультура лично мне очень сильно помогает. Когда я могу, я и занимаюсь. И самое важное, ходить в отпуск. Господа, если вы не ходите в отпуск, вы рано или поздно устанете. Я один раз в моей карьере работал два года по 80 часов в неделю без отпуска, я вам так скажу. я потом понял, почему люди лежат на пляже, они спят. Я просто уехал, я 8 дней спал практически, вставая только на поесть. Не доводите себя до такого состояния, ходите в отпуск регулярно, работайте там, учитесь, рассчитывайте силы на работу и на отдых. Это важно. Я надеюсь, я ответил вам. Большое спасибо. Да, давайте. Спасибо за доклад. Вопрос к вам такой. Вот начинающему разработчику, я недавно на работу устроился, и вот я преобалдел. У нас как бы часть коллектива, для них .NET Core, это высшее божество, все прекрасно. Для другой части, они в другом месте сидят, Java Spring и Elastic Search, если бы они могли, они полтарь ему поставили. другие вот на Питоне, там машинное обучение, у них Питон, все там вот. Так что вы посоветуете вот начинающему разработчику, что выбрать, да, и как вести себя с этими людьми, то есть команда, которая на Java, они вообще плюются, там вы типа мелкомягкий, у вас там все платное ПО, а вот наша команда... Вы напомните, что за одну установку Java на сервер надо теперь платить 40 баксов за ядро? Ну вот это хорошо. Вот, потому что вот в нашей команде, например, часто плюются, как задолбало это бесплатное ПО, которое вечно глючит. Ну, короче, вот что выбрать молодому разработчику и как с этими людьми вообще общаться? Тут был где-то слайд про это, одну минуту. Сейчас я его найду. Нет, 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 в самом начале он был. Вот он, это важный слайд, смотрите. Я одну вещь скажу. У меня просто ремонт это больная тема, как вы уже, наверное, поняли. Я вам пример приведу. Вот есть люди, которые работают, крутят все руками, у них длинные большие отвертки. Есть люди, которые все крутят шуруповертами, есть люди, которые молотками гвозди забивают. И каждый считает свой инструмент лучше, и то, что они используют, лучше, чем все остальные. Ну, это просто инструменты. У нас проект, на котором я работаю, у нас примерно 50 на 50 Java с .NET. И мы используем и Java, и .NET, и мы с этим живем. Вот так вот получилось. У нас был раньше Go. В нашей компании есть много кода на Go. Но в нашем проекте мы его немножечко отодвинули. Поймите, это просто инструменты. Если у вас вот прям такие горячие споры, ну, они хороши для кухни. Когда, то есть вы вышли на кухню, взяли кофе. Вася, а что у вас там в Java? Как там, лямбда есть? Вася скажет, ну да, в 14-й появились. Я могу соврать насчет версии, просто 14-й последняя. Вот. Или там, питон вы еще говорили, да, Вася, а как у вас там в питоне с многопоточностью? До сих пор надо там этого супервизора запускать. Я забыл, как называется, извините. Вот, чтобы несколько… Да? А Вася вам тоже что-нибудь отвезет. А Вася вас… А Java вас… А парни из Java вас потроллят там. Петя, а как у вас там с платными garbage collector'ами? В Java есть платный garbage collector, можно купить. Он заточен под определенные цели. Вы его плагином подключаете. А в dotnet'е нету. А питонщики вас тоже там чем-нибудь потроллят там. А, эй, вы dotnet'чики. А как у вас там с нейросетями? Мы скажем, у нас есть CNTK. Он глючит и не работает, но он есть. Ну, это все, понимаете, это только инструмент. Я за свою историю писал на dotnet'е, я писал на Java, я писал на Go, на питоне. Это я говорю про production, если что. Вот. Возможно, даже на Ruby, но я не помню, правда ли это. Я писал на JavaScript'е для браузера. И помимо этого, на кучу всего. Я люблю C-Sharp больше всех языков, потому что у меня легче с ними работать. Но, а, Bash, я забыл, Bash, господа. На Bash я, наверное, последние несколько лет писал больше всего. И Groovy, Groovy, вот, вот, как же я мог забыть. Прекрасный язык для Jenkins'а Groovy. Никогда не используйте, если есть возможность. Просто никогда. Язык — это просто инструмент. И эти споры вокруг того, какой язык использовать лучше, к сожалению, они непродуктивны. Они хороши для кухни, и когда вы делаете работу вместе, как-то договариваетесь. Ничего другого посоветовать не могу. Еще вопросы будут? Потому что в проекте, которым больше двух рантаймов на бэкэнде, жить плохо. То есть это только потому, что у нас Java и .NET было больше. Мы сейчас решаем наши проблемы с деплойментом, конкретно свойственные нашему проекту. Когда мы их решим, у нас устаканятся процессы. Может быть, и Go опять появится? Пока не надо. Еще вопросы? Нет вопросов? Подождите, не разбегайтесь. Во-первых, лучший вопрос. И лучший вопрос. Давайте мы приз за лучший вопрос отдадим, вот, про куда поступать. Вот, молодой человек, 11 класс. Вот, я надеюсь, что у вас все сбудется. Рано или поздно вы достигнете своей мечты.